Итак, дорогие друзья, здравствуйте! Интересный очень будет тест, очень он мне интересен. Честно говоря, ну ладно, не буду ничего, никакие там спойлеры кидать, ничего не буду там заранее каркать, посмотрим. Думаю, тут, конечно, может быть понять результат. В общем, у нас будет Bench, как вы поняли из названия, Crazy. Все тесты будут в дальнейшем с этим участием, и еще другие смартфоны я там подкуплю, посмотрим. А сейчас конкретно пробенчуем мы такие смартфоны, как LG G6, как Samsung Galaxy S8, это новенький Galaxy S8, третий уже у меня Galaxy S8, так, и как Xiaomi Mi 6, тоже новиночка. В общем, сейчас они все выключены, сейчас посмотрите, как они классно смотрятся сзади. Специально вам решил показать, они все выключены, потому что они вот очень-очень все похожи по тактильным ощущениям, они все из стекла и по бокам у всех металлов. Но единственная же тем разница от них LG G6, потому что у него вот эта боковинка, фаски вот эти из металла сделаны такого матового, а здесь такой металл глянцевый, то бишь или это окисление, металл доводят до такого там, натирают, состояние, как Jet Black iPhone, либо это, скорее всего, просто покраска, я думаю, вот в Mi 6, в Galaxy S8 Plus и LG 6. Вот, великолепная тройка 2017 года. К этой тройке не хватает только iPhone 7 Plus, ну или потом со временем, когда выйдет iPhone новый. Ну, сейчас конкретно не хватает 7 Plus, потому что HTC 11 какое-то ублюдушевство выплюнуло на рынок, которое вообще флагманом не знаю, никак нельзя назвать. Sony премиум очередной, тоже какой-то черт знает что выглядит, как какая-то херобура. Сейчас, ребята, эра уже реально тонких рамок и больших смартфонов, больших мониторов, больших телевизоров, а вот то, что выпускают такие фирмы, как HTC Sony, мне вообще это непонятно и неприятно. И также мне неприятно, почему компания Xiaomi тоже выпустила смартфон с большими рамками. Не смотрите, что сейчас бликует сильно стекло, потому что здесь такое дурацкое стекло, стоит оно не дешево, 400 рублей, ну как бы там и не 2000 рублей, но я таких стекол уже под таких же точно поназаказывал, там и других, там по 60, по 70, по 150 рублей уже с Китая мне идет там на несколько тысяч аксессуаров к Mi 6, потом покажу распаковочку, может быть. Так, в общем, сейчас они все выключены, сейчас мы переворачиваем их и включаем. Давайте включим, понятно, LG G6 сейчас не топчик, а вот эти включим мы одновременно. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, ой, блин, не туда жал в Mi 6. Ну ладно, косяк получился. Хотел, чтобы посмотреть, кто быстрее включится, Mi 6 или Samsung Galaxy S8, но жал на кнопку клавишу громкости на Mi 6. LG, понятно, почему не топчик, по процессору я имею в виду, потому что здесь процессоры топовые. Топовый Exynos, топовый Snapdragon. Разблокируем. На всех, ребята, сейчас отключены все системы энергосбережения, на всех включен режим самолетик, на всех включена максимальная яркость экрана и отключаем автоподстройку яркости. Закрываем все из фона. Так, сейчас надо нарисовать две единички свои. Сейчас Mi 6 тут запустится. И смотрите, на Mi 6 тоже отключена автояркость отключена, видите, не светится. Максимальная яркость стоит и Wi-Fi включен. И везде отключена система энергосбережения. Так, ребят, ну, везде у них разная процент батареи, поэтому надо сейчас записать. Сейчас сделаем вот так. Mi 6 у нас 50%. Так. Пишу по-арабски. Сейчас вот нефиг делать, начал изучать опять китайские арабские языки. А вот по-арабски пишется все справа налево. Вообще так неудобно. То бишь везде пишется во всех языках практически, но не во всех. Но в большинстве пишется слева направо. Это ничего не надо. А в арабске справа налево. Чертовня такая еще. Так, 66, S8. В общем, тренирую мозги. Для чего я изучаю языки? Тренирую, ребята, мозги. Так, 66. И 92% у Mi 6. 92. Mi 6. Так, вот, в общем, получается. 92, 66, 50. Все, пока убираем. Приближаем. Проверяем яркость еще раз. Максималка. 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 Везде автояркость отключена. Все, ребята, бенчуем. Можете сравнить их сразу по габаритам, по экранчикам. Конечно, конечно же, ребята, уже очень аскетично смотрят эти толстые рамки. Я поставил специально черный фон, чтобы эти толстые рамки сверху, снизу не бросались так сильно в глаза. Если поставить любой белый фон, то... А, тут еще. Тут еще и не белый. У меня такая тема стоит, в общем, с чернотой. С черненькой. Ну да, везде тема эта черная. Ну, а черт с ней. В настройках. В настройках тоже черная. В общем, такая тема. Классная черная. В общем, конечно же, сразу бросаются толстые рамки, вот эти огромадничные на Mi 6. Здесь уже более тоненькие. В Samsung еще более тоненькие. Так. Поскакали. Бенчуем, ребята. Я так уже 5 минут отнял времени своего на разговорчик. И так. Поскакали. Geekbench 4. Соглашаемся. Соглашаемся. Это новый Galaxy S8. Ему всего несколько дней. Galaxy S8+. RST-версия. Тоже 60 тысяч рублей. Покупался. Покупался в магазине с визном. И за него нам было начислено 10 тысяч бонусных баллов. Вот это просто бомба. Получается, и у нас там еще бонусные баллы были. И еще пошли всякие скидки. Кэшбэк. И все прочее. Короче. В общем, он вышел там тысяч на 13, на 15 дешевле. Так получается, он 60 купили. Нам отбилось обратно. Ну, будем говоря, грубо округлим 15 тысяч. Может, там немножко меньше. Около 14. Там 14 600. В общем, про то, как сэкономить на покупке Galaxy S8 или LG 6, я уже говорил. Сейчас я свой LG G6 хочу немножко прокачать, установить на него кастомную прошивку. Нашел в интернете кастомный LG G6. Чтобы вы понимали, кастомные прошивки для таких смартфонов, как Samsung, Sony, как LG, это очень большая редкость. А вот кастомных прошивок просто там попа ешь. Это вот на фирму Xiaomi и на фирму OnePlus. На гуглофоны, то бишь, Nexus'ы старые и пиксели. Вот на них, на этих кастомов куча. Вот я нашел кастом, говорят, супер мощный, еще улучшает LG G6 по камере и по производительности. Не знаю, насколько это все правда, но вот надо устанавливать. Я устанавливал три кастома на Mi 6. И на Mi 6, да, ребята, такая петрушка есть. Да, какие-то кастомы улучшают офигенно камеру, но интерфейс начинает глючить и прорисовка не полностью интерфейса идет. Второй второй кастом, короче, улучшал звук в наушниках, но он и так, в принципе, неплохой в Mi 6. Третий кастом, ничего не улучшал, он там исправлял всякие баги предыдущих кастомов, короче, он был построен на основе тех двух предыдущих, такая солянка сборная, получается, из двух кастомов и свои дополнения. Но что-то как-то мне не понравилось, как в нем камера фоткает, хотя должно было улучшить. В общем, я решил, сейчас вернулся, сейчас он стоит на обычной глобалке. Эти все сейчас стоят на своих глобалках, не на кастомах. В общем, как из коробки. Из коробки на Mi 6 вышло уже второе обновление. Сейчас здесь MIUI 8.2.2, кажется. Или 8.2.3, уже я не помню. Не, 8.2.2, кажется. Ну, какие-то там индексы этих обновлений, родных от самих разработчиков фирмы Xiaomi. У меня сейчас хорошо здесь сплит-системы включены, вентилятор еще включен, чтобы охлаждал систему. Компьютер разобранный. Вот, смотрите, комп разобранный стоит. Охлаждается там система. Ниппель. Сейчас камеру немножко отадмину. Вот такой у меня корпус, а-ля железный человек. Корпус офигенный. Вот эта фигня сверху там шевелится. Щитки эти можно убирать. Морда снимается, сверху эта башка снимается. В общем, разбирается полностью. Вот у меня три Galaxy S8 плюс сейчас вот видите от трех от них наклейки. Раз, два, три. Решил клеить всю эту ерунду. Так, для прикола. Так. Так, сейчас смотрим, пока не проходят гигбенч. Гигбенч конкретно четвертый. Он уже стал такой, более тяжелый, чем был гигбенч третий. Что-то не помню, как-то мне вот так по центру будут смартфоны. В общем, сейчас его проходится, более сильнее напрягает смартфоны. Ну, предположение по поводу гигбенча изначально, что это вообще заточен он под iOS устройство. Не знаю, насколько это правда, ребята. Скорее всего, может, болтовня глупая. Ну, в общем, там iPhone в этом гигбенче выбивают больше всех. Всегда выбивали и выбивают. Не знаю, как там в дальнейшем. Ну, сейчас такие мощные смартфоны, как Samsung со своим Exynos там действительно творят чудеса. И Snapdragon 835, ребята, 6 гигабайт оперативки в Mi 6. Так что, вот так. Посмотрим, кто сейчас что. Ну, понятно, LG-шка у него Snapdragon 821, уже, можно сказать, устаревший. Он хороший Snapdragon, проверенный временем. Но, конкретно, в LG-шке 6, он не оптимизирован так хорошо, как в 3T, как в Mi 5S. Там получше Snapdragon 821 себя показывает. Ну, смотрим по результатам. Вот так, ребята. По результатам, как ни крути, блин, пожалуйста, Exynos со своим видеокартой Mali G71, в которой 20-ядерный видеочип стоит. 20-ядерный, представляете? Просто охренеть. Он вздрюхнул новый процессор Snapdragon 835, пожалуйста, блин. Победил однозначно Samsung получает у нас в очко. Балл первый получает. Так. И это, ребята, еще будет тест на автономность, тест на нагрев и, ну, и на бенчинг. Пока по бенчинг победил Samsung. Второе, третье место, вы понимаете сами, это второе место Mi 6, третье место LG G6. Так, погнали дальше. Давайте, знаете, как сделаем? Давайте запустим Antutu два раза. Мы сейчас запустим один раз Antutu, и потом Antutu запустим еще раз в конце, после BaseMark OS 2. Посмотрим, будет ли троттлинг. Троттлинг это проседание частоты процессоров, урезание мощей вашего смарта или планшета. Смотря на чем вытастили. Что за такое? Почему недоступно для теста? там нужно разрешение выставить. Ну, зашибись, там уже тест пошел. Ладно, ничего, Samsung позже запустим. Сейчас запущу. Разрешение надо выставить. Видите, спрашивает разрешение, нужно, чтобы обязательно протестировать, согласиться, что вы классная птица. Ребята, вот вы попросили снять такой тест, я снимаю, я прислушиваюсь к вашему мнению. Оно зачастую совпадает с моим. Мне этот тест очень-очень самому интересен. С одной стороны, синтетические тесты, они мало о чем говорят, потому что в реальной жизни смартфон может вести себя лучше, а может вести себя хуже. Но, тем не менее, это дает, синтетика это вся дает, как естественные компьютеры постоянно прогоняют в синтетических тестах, в играх. Дает понять, насколько мощное то или иное устройство. Иначе, собственно говоря, зачем мы переплачиваем такие огромные бабки за новое железо в каждом смартфоне? Зачем раскошеливаться каждый год новый или каждые два года новый смартфон, когда можно купить один смартфон и пользоваться там 5-10 лет, пока он там не сдохнет? К примеру, у меня есть знакомые, у кого смартфоны Nokia до сих пор пашут и как бы они ими пользуются как третьими телефонами. Не как вторым, а как третьим, четвертым даже. Вот такие вот пироги. В общем, поэтому, естественно, если мощный суперфлагман, суперсмартфон, это все три суперфлагмана лучшие из лучших. Mi 6, Samsung Galaxy S8 Plus, на Android лучшие из лучших. Mi 6, Xiaomi Mi 6, Samsung Galaxy S8 Plus и LG G6. Такой топчик. Но по железу, по железу, ребята, этот отстает. Но с другой стороны хорошо, потому что мы посмотрим у всех у них разные связки. Процессор и видеокарточка. Везде на них разненькие стоят. Посмотрим, кто как справляется с бенчами. А потом мы этих всех, всю эту троечку великолепную, мы ее нагнем в игруликах. Посмотрим, как идут танчики на них на всех, как идет Asphalt Extreme, потому что, ребята, вот спойлерну наперед, что Asphalt Extreme идет не так хорошо на вот этих двух смартфонах, нежели на вот этом. На Mi 6 идет лучше намного. И некоторые игры вообще ужасно плохо идут на LG 6. Но это, опять же, оптимизация именно под разрешение экрана 18.9, наверное, можно было бы отмазаться. Но нет, ребята, а нет. Когда переключается соотношение сторон, а здесь можно переключаться соотношение сторон 16 к 9, то все равно такая же Петрушка. В общем, LG 6 по камере великолепен, по экрану великолепен, по звуку в наушниках это реально музыкальный смартфон. Но, ребята, не тешьте себя надеждами, что вот что вот эти вот наушнички, которые идут с LG 6, вот это говно, которое в уши запихивают себе. Как я удивляюсь, это айфонов, эти лоховские наушники. Кто-то слушает и говорит, утверждает, что это хорошие наушники. Да, ребята, вообще пороху не нюхали, порошку не нюхали еще. Если утверждаете, что от Apple эти AirPods это хорошие наушники. Вот эти наушники в разы лучше от LG 6. Вот эти тоже более-менее неплохие, но никак не AirPods вот эти, которые идут с айфонами. Седьмым, Семплюсом, шестым, шестесом. Блин, ручка покатилась. Даже вот эти, я же говорю, нельзя назвать прям супер хорошими. Хотя они стоят 100 баксов, понимаете. За что тоже там, Карл, за что сотку? В общем, вот эти наушники или от Самсунга, они хорошие. Чтоб хорошо раскрылся потенциал LG 6, вам нужны реально хорошие наушники. За пятнашку минимум, там за 18-20 тысяч. Но вообще хорошие наушники, я вот, к сожалению, модель не помню, Bayer Dynamics. Я приходил, слушал в магазинах MediaMarkt. У нас такие магазины крупные есть, огромные магазины. Там и наушники эти представлены на стендах. Их можно, что классно, послушать все, что угодно. Даже те, которые запакованы, можно распаковать и послушать. Это просто офигенно удобно. Я там больше 30-40 пар их перетестировал. И вот нашел только одни наушники за 30-ку Bayer Dynamics, которые LG G6 вкупе с ним так играл. Просто нереально круто. Очень неплохо. Он еще с наушниками Sony звучит там за 20 штук. Я не помню, тоже модель не помню. Надо посмотреть, а потом, может, если вспомню, спросите, если я вам подскажу, как называются модели наушников тех и тех. В общем, LG G6 по звуку, конечно, уделывает этих всех. И с этой тройки лучший по звуку LG G6 в наушниках. Но также очень недурно звучит, как что я не ожидал, совершенно Mi 6. И, как бы, ребята, честно скажу, посредственно звучит Galaxy S8 S8 Plus в наушниках. Вот такая вот петрушка. Ну, а по процессору вы сами все видите. По процессору Rated 2 топчик. Этот уже не топчик, но я жгу у него другие плюсы. Супер звук в наушниках с хорошими наушниками, надо не забывать. Супер плюс в наушниках. Супер экран. Quantum IPS с поддержкой HDR. 5,7 дюймов экранчик. Причем закругленные края вот эти все. Смотрите, кстати, как интересно. Здесь не до низу как-то идут органы управления видны на LG G6, а здесь вот так полностью. Здесь же еще экран идет вниз. Видите, здесь толстая рамка, уже экран никуда не пойдет дальше. А здесь еще можно сделать больше экран. Здесь можно. Вот, смотрите, сейчас набрал 163 тысячи. Это не максимальный результат, который он может выбить. Может выбивать до 170 тысяч, это чуть ли не до 180 Mi 6. Все это очень, как бы я жгу, синтетика, это очень все показатели, притянутые за уши, скажем так. Обратите внимание, почему у меня так отображается шрифт. Контрастный такой резкий шрифт. Я специально выставил такую петрушку, сейчас проверяю. Думаю, что с таким шрифтом, более резким, более четким, меньше напрягается зрение на Galaxy S8 и с 8+. Ну вот, не знаю, сейчас, в общем, тестирую свою догадку в кавычках. Потому что по поводу Amoled, ребята, я уже говорил год назад, говорил два года назад, говорил три года назад, блин. и вот актуально больше всего меня это, значит, затронула тема год назад с моим E7 Edge. До этого два года назад у меня был S6 Edge. Так, ладно, все. Ну, ребята, опять Samsung Galaxy S8 получает второе очко. Второе место занимает Mi 6 и третье место занимает LG 6. Молодец. Samsung вообще, вообще, красавец. Погнали дальше. Base Mark OS 2. Run 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 не достанься мусорам. Так, давайте соглашаемся. Вот, ребята, не знаю, заметно, незаметно, через камеру, к сожалению, незаметно. Тут какая петрушка в жизни. Вот этот экран желтит, он теплее всех, Amoled, даже ставь его там на основной, не основной, холодеево, он будет теплее всех, отображать белый цвет. Неправильно. Здесь эталонно правильно белый цвет, но почему-то на камеру постоянно. Возможно, из-за пленочки. Здесь дурацкая пленочка наклеена, здесь стекло, здесь вообще нет ни стекла, ни пленочки. Возможно, из-за этой пленочки дурацкой на камеру постоянно LG синит. В жизни он не синит экран. Получается, сейчас самый эталонный цвет из них белый, вот на этом, через камеру я смотрю, на Mi 6. Ну, в общем, ребята, давайте сейчас я пока поставлю на паузу, чтобы потом еще раз прогнать Antutu успеть, потом их надо будет помацать, потрогать, кто из них сильнее нагрелся. Тест уже подходит к концу. Сейчас ставлю на паузу и в конце запустим, посмотрим, кто же больше выбит баллов в этом тесте. И будем их мацать, смотреть, кто у нас сколько сил и т.д. Ага, ребята, вот они все пришли. Смотрим результат. И вот так вообще нереально удивил Mi 6. Mi 6 по овероллу, то бишь по общему числу баллов, порвал всех, смотрите, 3385 баллов, 2922 балла набрал Samsung, ну и совсем малеха набрал, конечно, 2200 LG 6, но я же говорю, это изначально было понятно, что он здесь аутсайдер, у него, можно сказать, уже старый процессор. Хотя телефон шикарный, просто отлично, не знаю, чуть ли не лучший смартфон года уже заранее это LG G6, потому что по цене, которую его сейчас можно купить не RST, но опять, ребята, стоит покупать не RST, не стоит, подумайте, 10 раз, потому что по цене не RST стоит 30, RST стоит 52, 52, ну получайте реальную гарантию, потому что у меня уже два друга сэкономили, попали, блин, а бабки с LG 6 заказали, блин, с китайских сайтов или со сторонних сайтов, и вот сейчас у одного полетело, непонятно, что и у другого, ну с LG так бывает, вспомним, блин, бедный LG G4, в который летел часто, процессор, там еще что-нибудь, материнка, там я не помню, что там уже выгорало в нем экранчик у кого-то, потом с LG G5 была наподобие проблемы, и с LG V10 были проблемы, с LG V20 мало было, с LG V5 тоже было меньше, с LG V4 было, и с LG V10 поболя, так что подумайте в 10 раз перед тем, что купить, перед тем, как сэкономить, ну конечно, цена огромная, переплачивать 20 тысяч за RST версию, ну не знаю, в принципе, вам подарят часы, если еще, которые 16 тысяч, то да, выгоднее купить однозначно RST версию, так, ну твою мать, за ногу так, да что вы все тухнете, подождите, я ж не договорил еще, так, смотрим, по графике, зато, смотрите, как не дурно выбил Snapdragon, хоть и старый, по графике 5200 баллов, а этот 4800 баллов выбил, то бишь, даже старый Snapdragon выбивает больше по графике, а этот по графике вообще новый Snapdragon 835, выбил вообще 6200, ну все, ребята, как я обещал вам, сделаем сейчас еще раз Antutu, сейчас поставлю на паузу, а вы потом перелистайте, перемотайте, посмотрите, сколько Antutu выбил до этого, а вот он показывает, сколько он выбил до этого, так, 172 тысячи, 163 тысячи, 143, test again, там тестировать по-русски написано, это я выпендриваюсь, так, ставлю на паузу, ребятки, так, ребятки, постепенно проходят они, перезапуск, и сейчас посмотрим, вот Mi 692, S8 plus 66, G6, полтинничек был, ну посмотрим, ребятки, сейчас я дождемся до конца, сейчас пока ставлю опять на паузу, все, ребят, наконец-таки прошли все, смотрим, вообще не протротлился, прост на Samsung, здесь немножко тротлинг присутствует, здесь тоже совсем немножечко, но Samsung вообще молодец, пока получат сильнее всех, упал на Mi 6, значение, так, и ребята, смотрим, давайте по нагреву сразу, сейчас выключаю их пока, где там, давайте с Mi 6 начнем, Mi 6 тепленький, надо понимать, что они сейчас не сильно нагреются, почему, потому что у меня, ребятки, сейчас очень холодно, градусов 15, у меня работает два сплита, сейчас еще направлен здесь огромный вентилятор, так, этот тепленький, тоже Mi 6 более тепленький, ну в общем, Snapdragon 835, это погорячее будет, и трутлица посильнее, чем Exynos, LG 6 тоже тепленький, короче, они все более-менее тепленькие, сильнее всех нагрелся Mi 6, слабее всех Galaxy S8+, по бенчам выигрывает Galaxy S8+, по нагреву выигрывает Galaxy S8+, меньше всех нагрелся, а теперь, ребятки, по автономности посмотрим, Mi 6 был 92, теперь, 84, на 8% заряда батареи упал за 20, где-то 8 минут, я несколько раз стоял на паузу, ну практически будем округлим, за полчаса на 8% упал Mi 6 на максимальной яркости, исключенным Wi-Fi, LG G6 был, LG G6, был полтинник, сейчас LG G6, 40, упал на десяточку всего LG G6, тот на 8, этот на десяточку, смотрим теперь, S8+, был 66, процентов заряда батареи сейчас, 56, тоже на десяточку упал, офигеть, ребята, я в шоке, я вообще в шоке, вполне, Mi 6 получается, выиграл, да я был уверен, что Samsung Galaxy S8, ну просто у меня Samsung Galaxy S8+, совсем новенький, я жгу ему 2 дня, Mi 6 у меня уже больше недели, поэтому он вошел в рабочую свою стезю, то бишь, было много циклов включения-выключения, зарядки полностью, полной разрядки, этот еще не вошел, этот я так еще не делал, просто батарейка не вошла в полную рабочую силу, потому что у меня старые Galaxy S8+, выигрывали у Mi 6, да, в общем, вот такой прикол, этот выиграл, получается, два раза по прохождению бенчи, и меньше всех нагрелся, и Mi 6 выиграл, получается, один раз он в бенчах выиграл, ну, все равно по бенчам этот победил, он больше раз выигрывал, и один раз он выиграл по автономности, Mi 6 сейчас у новенького Galaxy S8, S8+, точнее, вот так, ребята, в общем, какие можно сделать выводы, все смартфоны хороши, покупайте для души, выводов никаких, выводы общие, ребята, все действительно хорошие, классные смартфоны, какой бы вы не выбрали бы, я вот, не знаю, если бы я выбирал один из этих трех, все-таки, наверное, самый универсальный из них, это Samsung Galaxy S8, но, ребятки, он на AMOLED, мне AMOLED не очень подходит, поэтому я стараюсь пользоваться им сейчас меньше всего, ладно, все, дорогие друзья, все, всем до новых встреч, пока-пока, присылайте свои идеи, я их прочту, и вполне возможно сниму, парам-парам-пам, чух!